Добрый вечер всем. Я знаю, что дети и соседи даются Богом. И вот сейчас у меня соседка тяжело больна. Тяжело больна болеть от детства, да? Это болезнь, когда человек не двигается, у него постепенно напряжение все сильнее, сильнее становится, и дальше теряется память, дальше теряется рассудок и так далее. Да, да. И вот сейчас мы очень сильно пошли, ну прям компризируют это болезнь, но вопрос в том, что когда я молюсь, когда молитву включаю, она заходит ко мне у нас, вот по ней там вот, садится, слушает, но после общения у нее приступы начинаются. Да, потому что, да, это есть, потому что человек, когда наполняется молитвой, вот это очень важно знать, вот допустим, мне тоже люди говорят, Олег Геннадьевич, вы говорите, когда я буду молиться, у меня будет легче судьба. Но я, когда молюсь, начиная духовной практикой заниматься, почему-то судьба становится сразу тяжелее. Я объясняю почему, потому что у нас есть разные слои внутри судьбы. И когда человек начинает молиться, что происходит? Он сначала выводит наружу, трудность судьбы своей выводит наружу, а потом ее перемалывает. И таким образом он защищается от неожиданностей судьбы. Это и есть удача. То есть молитва что делает? Она вытаскивает наружу трудности и сначала становится труднее. Для чего? Чтобы потом облегчить жизнь. Чтобы, понимаете, как, сейчас объясню, трудности жизни, они копятся, копятся вместе вот так тайком. И потом хрязь! Неожиданно. Когда человек начинает молиться, то они начинают выползать наружу и не могут копиться. Он не дает им копиться. И всегда у него появляются какие-то трудности, он их перелопатывает, перелопатывает, потом раз и все, и все нормально. Как, допустим, квартиру мыть начинаешь, вроде было чисто. Как начал мыть, стал грязно. Думаю, что было же чисто. И раз, помыл, в конце концов, все-таки чисто стало. Точно так же в жизни тоже, в судьбе. Я начал, когда бегать, у меня вообще ничего не болело. Вот вообще ничего не болело, классно все было. Просто я чувствовал, что уже дышу тяжело, там чуть прошел, дышать плохо стал. Я побежал. Когда начал бегать 6-7 километров, начался очищаться организм. С этого момента у меня сначала заболело правое колено. Полгода болело, прямо вот после бега болит колено, и все. Но я верил, что это лечение идет, то есть вышла наружу болезнь. Прошло еще какое-то время. Прошло колено, заболело оба бедра. Это забедренный сустав. Как на кострях хожу такой. Ничего себе, вот добегался. И друзья еще говорят, у тебя эти суставы стираются. Вот. Это, говорю, идите вы со своим теориям. Вот. И просто дальше продолжаю бегать. Оба бедра прошли. Правое колено заболело. Потом недавно вот заболело плечо левое. Уже прошло. Ну, то есть все пролечивается, понимаете, весь, даже сердце переболело и прошло. Точно так же и события тоже пролечиваются. Ты начал молитву, и пошло все пролечиваться. Трудности вышли наружу, перелопатил их, прошли. И она тоже, она молитву включила. У ней болезнь вышла наружу. У ней раз, хуже ей стало. Надо продолжать просто. Подольше, значит, молиться, чтобы это все преодолевать. Переодолевать. Ну, преодолевая сейчас, ну, прям и врачи говорят, что это необратимый процессор. Врачей надо обязательно слушать. Причем во всем. Вот, допустим, они говорят, на солнце не гуляй. Значит, на солнце не надо гулять. Они тебе говорят, по земле не ходи. Простынешь. По земле не надо ходить. Понимаете? Вот. Потом они говорят, дыши аккуратнее. Воздух, когда холодный, дыши аккуратнее. Надо дышать аккуратнее. Понимаете? Вот. И если они тебе говорят, как бы, двигаться поменьше, допустим, суставы больные, то надо поменьше двигаться обязательно. Понимаете? И так, постепенно. Они потом тебе скажут, а теперь уже готовься к земле. Поэтому врачей обязательно надо слушать. И так, постепенно. И так, постепенно. Не верьте врачам. Я-то не верю. Жизнь, Олег Геннадьевич, верит. Жизнь. Надо просто заставить ее двигаться, и она вылечится от этой болезни. Эта болезнь, это просто скованность тонкого тела. Чем больше сковано тонкое тело, тем больше оно разрушает функции человека. Вот у кого, допустим, и сейчас из вас начала страдать память? Поднимите руку. Скованность, напряжение. Напряжение. Еще у кого жар излишний, надо как бы охлаждаться. Напряжение пошло. Напряжение. Напряжение. Жар. Астма, то же самое, это просто, может быть, напряжение, там спазмы, а может быть, жар излишний. Ну, то есть, это просто функционально, тоже жар. Да, жар. Все, я Олег Геннадьевич, а теперь меня. Вот. Вот, поймите, что это просто функциональное расстройство. Вы попытаетесь это понять. Вот, допустим, допустим, вы, ну, как бы у вас машина сломалась, и думаете, ну, все, капец, капец машине. Вот, приезжаете в автосалон, вы говорите, да какой капец, там, раз, одну детальку заменил, там, чуть-чуть, и поехала машина, все классно. Понимаете, вы просто пугаетесь, потому что вы не знаете, как все устроено. А я знаю, я вам говорю, что это функциональные просто проблемы. Допустим, пошло нарушение памяти, у тебя два варианта только, или статические упражнения, или динамические. Попробуй то, и другое, и все начнет восстанавливаться. Вот, сначала нарушение памяти, а потом начинают мысли уже заворачиваться. И потом это называют, у вас болезнь Альцгеймера. Готовьтесь, покупайте себе дерево, вот, колотите себе кроватку. А, Дмитрий Иванович, ну, почему именно по судьбе? Это по судьбе у меня такая соседка? Потому что она не дам, она всего живет на четыре года. Ну, соседка по судьбе, конечно. Да, чтобы вы развивались, чтобы вы стали лучше, добрее. Она вас развивает, соседка. Один человек молится Богу, говорит, Господи, Господи. Ну, у нас уже самолет падает, говорит. Ну, сделай что-нибудь, чтобы он не палал. И такой голос с неба. Говорит, слушай, я вообще-то вас четыре года вместе собирал. Тут молиться началось, все планы разрушают. Ну, это только анекдот, на самом деле. Бог так не будет думать. Вот. Вы просто, она развивается, она вылечивается. Если вы заставите ее ходить в течение полутора часов, хотя бы два раза в неделю, она вылечится полностью. Несмотря на возраст. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...